Ребят, всем большущий привет! Меня зовут Фил, это Честный Блог. Сегодня мы продолжаем летние классные выпуски. И я вам хочу рассказать свое мнение по поводу телефона, которым я пользовался последнюю недельку. Это телефон, который вызвал большое количество просто разговоров. Там о нем все говорили о чего-то и, в общем-то, непонятно. Xiaomi Mi A1 телефон, который компания Xiaomi выпустила на голом андроиде. И всех это так-так забудоражило, просто вау! Вот этот телефон. Ну, в общем, я бы сказал, что на самом деле он с этой стороны красавец. Розовый красавец. Я вообще ходил с розовым телефоном. Мне никто слова на самом деле не сказал. А с этой стороны Xiaomi это такое достаточно безликое устройство, которое... Ну, с этой стороны мне не очень сильно нравится. То есть, положив его на стол, лучше класть вот так. Тогда хотя бы, о, люди заинтересуются, что же это за телефон. Если положить вот так, то тогда наверняка вообще никто не спросит, что это за аппарат. Если, например, его сравнить со смартфоном от компании Meizu под названием M6S, то я бы сказал, что и с задней стороны, и с передней стороны мне Meizu больше нравится. Плюс здесь очень интересное решение по сканеру отпечатков пальцев. Вообще большой рассказ о телефоне Meizu. Вы можете посмотреть вот здесь. Вот есть ссылочка внизу. Переходите, посмотрите. Я там, в общем-то, все мнение по поводу Meizu рассказал. И я думаю, что, может быть, еще сделаю я попозже сравнение этих двух телефонов. Но если найду время и если мне покажется, что это интересно. И если вы, например, в комментариях напишите, что эта тема интересна сравнить Meizu и Xiaomi, ну, давайте я это сделаю без проблем. Кстати, этот телефон в Farm Factory 18 на 9. Этот телефон, ну, по-стариночке все. 16 на 9. Итак, что же такого интересного? Компания Xiaomi выпустила телефон на голом Android. По какой-то невероятной причине огромное количество людей обратило на это внимание. Точнее, так я бы сказал, людей заставили обратить внимание. Блогеры, вообще вся техноиндустрия. Что такого? Выпустили они. Есть программа Android One, которая распространяет Android на недорогие смартфоны. Вот как раз-таки это одно из решений. Я бы сказал, что, в принципе, компания Xiaomi вообще неплохо работает и на своей родной оболочке. Поэтому, что она хотела доказать, показать, поработав с компанией Google, в таком виде я не знаю. Знаете, я раньше любил голый Android, потому что мне казалось, что он очень быстрый, он очень прикольный, очень лаконичный. Сейчас я могу сказать, что и у других тоже все хорошо. И у Huawei оболочка хорошая. У Samsung вы можете сейчас сказать, да, Samsung говно. Нет, мне нравятся оболочки Samsung. Sony зачастую очень сильно похож на голый Android и так далее. В общем, какого-то реально большого смысла в том, что телефон на голом Android я не вижу. Рассказывать об этом. Братья друзья Xiaomi выпустили телефон на голом. И что? Да давайте вот я сейчас по пляжу пройду и спрошу. Если вот у людей не iPhone, то я спрошу у них, какая операционка у них стоит в телефоне. Какая версия Android? Я уверен, что большинство из людей вообще не представляет, о чем идет речь. Я уверен, что большинство людей не очень сильно обращает на это внимание. Именно поэтому, собственно, мы, вот, так сказать, техноблогеры, рассказываем о том, что нет, 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 есть вещи, на которые нужно обращать внимание. Одна из которых это операционная система, на которой работает ваш телефон. Но так или иначе, много поговорили об этом телефоне и впоследствии я очень хотел до него добраться, потому что, ну, раз уж столько, опять же, говорили, но что же в нем такого интересного. Ну, давайте пробежимся. Значит, это в целом-то ладный телефон. То есть ни компании Xiaomi, ни компании Google, ни к их сотрудничеству, у меня вопросов-то нет, потому что телефон получился ладненький. То есть он большой, он красивый, он, ну, особенно сзади, да, он сканер-печатка пальцев, двойная камера, причем тут есть оптический зум. До сих пор многие компании, они не вставляют оптический зум, они вставляют, там, не знаю, черно-белую камеру, например, или еще что-то. В общем, у каждого свои решения какие-то. Да, вот же, если вот взять, например, Huawei P20, как бы флагман, и то тут не оптический зум, и то не оптический зум. Ну, о камере я вам, естественно, расскажу чуть попозже. Приятный телефон, который хорошо работает, у которого 4 гигабайта оперативной памяти, есть версия на 32, есть версия на 64. Я бы, конечно, вам рекомендовал бы покупать версию на 64, потому что разница между ними вообще там буквально тысяча другая. То есть, вообще, по соотношению цена-качество, как всегда, Xiaomi молодцы, как всегда, Xiaomi рвут всех. Когда там iPhone и Samsung загибают свои ценники за 50, 60 и 70 и выше тысяч рублей, Xiaomi сейчас в рознице на Яндекс.Маркете стоит вроде там 12, 13, 14 тысяч. Ну, в разных городах будет примерно по-разному, но суть примерно одна такая, что на 64 версии, что на 32, у меня версия на 32. Хороший экран, ну, то есть, я не требую от такого телефона чего-то суперского, поэтому, ну да, он немножко преломляет, но и бог ты с ним, какая разница. Хороший экран, он единственное, знаете, на ярком солнце, вот сейчас, например, солнце, он, ну, немножко темноват, то есть, в сравнении, например, ну, да, но я сравню с iPhone, уж простите меня. iPhone, да, ярче, ну, вот iPhone ярче, хотя не глобально. Не надо мне говорить, пожалуйста, что не надо сравнивать с iPhone, я хочу сравнить с хорошим, я не хочу сравнить среднее со средним. Что мы поймем, когда мы сравним среднее со среднее? Да ничего мы не поймем, по крайней мере, я не понимаю, поэтому я хочу сравнить среднее с хорошим или хорошее с очень хорошим и так далее. Телефон достаточно быстро работает, то есть, например, если сравнить, вот опять тот же самый Meizu, вот Meizu работает помедленнее, а Xiaomi работает хорошо. Визуально он вообще напоминает iPhone, поэтому, соответственно, это еще один плюс в карму Xiaomi. Конечно же, похожесть на большой бренд, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, когда у тебя недорогой телефон, а выглядит как дорогой, это хорошо. Сзади сканер отпечатков пальцев, он работает быстро, ну, то есть, он не супер быстро, но к нему вопросов никаких нет, то есть, вот я вот сейчас разблокирую, 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 и это все происходит. Такая настоящая, знаете, рабочая лошадка. Здесь есть, естественно, аудиоджет, то есть, никаких проблем у вас не будет с подключением как беспроводных наушников, так и проводных наушников. Здесь USB Type-C, например, мои знакомые, они вот вообще не понимают, что такое USB Type-C. Вот вообще, даже вот моя любимая, у нее Galaxy S8+, у нее, соответственно, USB-C, и она, когда куда-то приходит и пытается рассказать, какая у нее зарядка, она не может сказать, что это такое. То есть, народ до сих пор еще не в курсе, что такое USB-C. Но мы-то с вами в курсе, да, мы-то знаем, что это как будто бы классно, как будто бы это быстро, как будто бы это более современно и так далее. 1920 на 1080, ну, еще расскажу, к экрану вообще вопросов никаких нет, все здесь хорошо. Корпус, ну, тоже все очень хорошо, мне нравится, он не поцарапался за то время, пока я его носил, я его носил без чехла, то есть, ну, здесь все хорошо, очень аккуратно выведены антенны, спереди, сзади, сверху, снизу. Ну, единственное, что я бы сказал, что не всегда хороший прием. Вы часто спрашиваете, а какой там прием, и я так всегда думаю, ну, что же вам ответить, да телефон к телефон. Здесь я прям обратил внимание, что не всегда хороший прием. Бывает 4G просто вылетает, вообще отключается сеть, потом возвращается. Это все происходит мгновенно, но я вижу, что прям бац, индикатор моргает туда-сюда, поэтому, друзья, обратите на это внимание. Большой проблемы в этой нет, но как бы такой небольшой пунктик вот к такой маленький камушек в огород Xiaomi, такой богатый овощами и фруктами огород, потому что, ну, телефон на самом деле богатый. Давайте послушаем, как звучит этот телефон. Сравнивать я буду еще раз, я буду сравнивать с хорошим. Пускай хорошим у нас сегодня является Huawei P20. Он, кстати, звучит немножко похуже, чем Galaxy S9. Опять же, посмотреть вы большой обзор про Huawei P20 можете внизу, ссылочка есть. Welcome. Итак, на плеере Poweramp мы слушаем одну и ту же композицию. Я еще постараюсь вам показать, чтобы вы услышали. Теперь P20. Ну, вы знаете, вот так вот по звуку я бы даже сказал, что особо-то разницы нету между Huawei P20, который стоит полтинник, ну ладно, полтинник, 44, окей, и телефоном, который стоит 12 тысяч, Xiaomi Mi A1. Давайте теперь послушаем, как в наушниках звучит музыка, потому что это важно. Так как здесь у нас есть аудио штекер, а так как в Xiaomi нет у нас аудио штекера, поэтому слушать будем через Bluetooth наушники. Традиционно я использую Meizu EP52, потому что они неплохо, на мой взгляд, звучат. Давайте посмотрим. Ну, пока я, честно говоря, большой разницы вообще какой-то не слышу. И даже небольшой разницы тоже. Вот вы знаете, врать не буду, на мой взгляд, они звучат примерно одинаково, что Mi A1, что Huawei P20. Здесь, кстати, есть такая штука, можно включить настройки, звуковые эффекты для наушников, которые вы подключаете. Но, единственная проблема в том, что я, по крайней мере, так понял, что это можно делать только с родными наушниками. То есть не со всеми наушниками, которые ты подключил, вот как сейчас Meizu, нет. Только наушники, которые называются Mi, и дальше... То есть вот мы заходим в раздел наушники, и вот тут типы наушников. Дальше подписано Mi Air Bud, Mi In Air, Mi Pistone, Mi Pistone 2 и так далее. То есть когда подключаешь обычные Bluetooth наушники, какие-то другие, ничего не происходит. Но вот зато, если подключить проводные наушники, то в этой ситуации Xiaomi дает возможность здесь пощелкать разные профили и послушать. И разница прямо действительно достаточно большая. Причем порой прямо очень все звучит не очень, а порой все звучит достаточно неплохо. Так что пощелкайте, это интересно. Но это относится только к проводным наушникам. Bluetooth наушники с этой штукой не работают. По какой причине, не могу сказать. Единственное, плохо, что тут нет в принципе встроенного эквалайзера, которым ты мог бы сам что-то покрутить. Если тебе хочется, например, побольше басов или поменьше верхов, чтобы сам все сделать как хочется. Пару слов по поводу системы. Конечно же, смартфоны, которые находятся на базе голого андроида, они самыми первыми, как всегда, получают обновления. Это их плюс. Но опять же, для тех, кому это интересно. Всем остальным просто без разницы, чего там происходит с этой операционной системой. Кстати, здесь стоит не последняя версия операционки. Здесь стоит 8.0.0. А не 8.1, например. К системе вопросов никаких нет. Я еще расскажу, что все достаточно шустро. Здесь даже есть режим двойного экрана. То есть можно сверху смотреть YouTube, а снизу, например, переписываться с кем-то в WhatsApp или еще чем-то заниматься. То есть это удобно. Единственное, что не очень понятно, как это делать. Потому что если ты... Ну ладно, я примерно представляю, что можно зажать приложение, переместить его наверх и внизу добавить еще одно приложение. Тогда это будет работать. Но если ты не знаешь об этом, то, скорее всего, ты сам так просто никогда до этого не дойдешь, если тебе кто-то об этом не подскажет. Так что, друзья, пользуйтесь, если вы не знали, как сделать, чтобы на одном экране у вас было два приложения. Вуаля, все это работает здесь. Еще расскажу, что к системе вопросов никаких нет. Она работает хорошо. И так как это голый Android, соответственно, тут, ну, в принципе, очень небольшое количество каких-то особенностей. Очень небольшое количество каких-то своих фишек. Так что, ну, я бы сказал, что от него и навряд ли вот ждали. Потому что люди, которые хотели телефон на голом Android, они понимали, что они идут туда, где ни хрена нету. Просто все очень быстрое. Ну, у Xiaomi вообще, я бы сказал, со скоростью и так особо проблем не было. Ну, из приятных вещей, которые мне нравятся, здесь есть возможность восстанавливать размер шрифта и выставлять масштаб экрана. То есть, чтобы не только сам шрифт уменьшался, а все остальное оставалось гигантским. Нет, все остальное тоже становится небольшим. Мне это нравится. Само меню настроек выглядит достаточно аскетично, потому что тут, ну, очень мало всего. То есть, по сравнению, например, с Huawei и Samsung, здесь, ну, голый Android. Что с него взять? Даже вот некуда зайти, чтобы, ну, что-то хоть интересное показать. Возможно, они могли бы сделать, например, наэкранные клавиши. Но нет, здесь только клавиши внизу, которые реагируют на прикосновения. Возможно, кстати, и можно как-нибудь вывести клавиши на экран. Я, честно говоря, этого не нашел, но, как всегда, люди, которые смотрят такие видео, они порой знают больше. Поэтому, если вы знаете, как вывести клавиши на экран навигации, сообщите об этом. Далеко не во всех телефонах есть возможность перевернуть телефон в горизонтальный режим, и он здесь будет работать в горизонтальном режиме. На экране блокировки есть вся необходимая информация, все уведомления. Можно сразу отсюда на что-нибудь ответить, посмотреть и так далее. Вы знаете, телефон настолько вот хороший, по большому счету, что о нем и нечего сказать, потому что он хороший. Давайте поговорим про камеру, и, как всегда, для того, чтобы вам рассказать об этом, мы переместимся в мою студию, к ноутбуку, перед которым я сижу и детально уже рассмотрю все фотографии и дам вам свое мнение. Единственное, скажу пару слов о камере, потому что здесь стоит, во-первых, приложение не гугловское, и все поэтому очень сильно переживали, типа, ну как так? Поставили Xiaomi свое приложение, оно не такое классное. В целом, я соглашусь, потому что говорят, я лично не пробовал, потому что я посмотрел на эту инструкцию, говорят, что если поставить Google камеру сюда, вот такой хороший, правильный порт Google камеры, то и HDR Plus будет хорошо работать, и камера вообще будет давать хорошие, в принципе, фотографии, то есть лучше, чем стоковые. Но, знаете, я посмотрел на эту инструкцию, возможно, вам кому-то удастся ее осилить. Мне она показалась очень тяжелой, если у меня получится, я сейчас пока еще не знаю, если получится, я вот внизу ссылочку укажу на нее, вы там посмотрите, если я найду ее. Но она действительно очень тяжелая. А так здесь приложение камеры родное для Xiaomi, здесь один модуль на 12 мегапикселей, апертура 2,2, так себе по большому счету, и второй модуль тоже на 12 мегапикселей, апертура 2,6, и еще расскажу, что здесь есть оптический зум, есть возможность размытия заднего фона. В общем, давайте смотреть фотографии. Фронтальная камера, кстати, на 5 мегапикселей. Так как все в этом мире познается в сравнении, поэтому мы сегодня сравниваем камеру Mi 1 с флагманами. Да, почему бы и нет? Здесь у нас будет периодически меняться, то у нас iPhone 10 будет, то здесь Galaxy S9, то P20. Здесь у нас будет всегда Mi 1. Почему я сравниваю с флагманами? Да потому что именно в сравнении с флагманами понятно, насколько эта камера хороша или не очень хороша, или вообще никакая. Потому что если бы здесь рядом был бы какой-нибудь подобный этой камере телефон, то нам бы не было понятно, насколько это хорошо или плохо. Мы просто увидели, ну да, какая-то фотография. Хорошая она по сравнению с крутыми камерами или нет, было бы непонятно. Поэтому я сравниваю с топами. Итак, самые обычные фотографии. Что мы делаем, когда мы выходим на улицу? Мы фоткаем природу. Итак, фотография заката. Мы сразу видим, что здесь на 10 iPhone закат получился неплохим, а здесь получился пересвет. А вот если увеличить и посмотреть на уровень детализации, то в целом детализация на Mi 1, ну по большому счету, похожа на 10 iPhone. То есть, да, есть пересвет, да, здесь проблема, но в целом и трава, и вода, и вот фон по детализации все хорошо. После заката решили сфоткать дома. Здесь у нас теперь Galaxy S9. Визуально картинки примерно одинаковые. Давайте увеличивать. Вы видите, что получается? Это просто фантастика. Детализация на Galaxy S9 хуже, чем на A1. Представляете? Galaxy S9 детализация, еще раз, хуже, чем на A1. Это просто что-то. После природы фоткаем ребенка дома. Ребенок, это вообще, ребенок в кадре, это вообще одна из самых страшных вещей, которые можно представить, потому что он вечно дергается. Тем более, еще в портретном режиме. Ну, что у нас получилось? Здесь уже iPhone X. Вот так вот, если визуально посмотреть, то я вижу только, что здесь больше шумов на черном фоне, и здесь шумов поменьше. Ну, и лицо более фактурное, цвета чуть-чуть поярче, чем на A1. Давайте увеличивать. Увеличивая, видно, что с черным цветом точно что-то не заладилось, потому что тут все очень в шумах. Но если посмотреть на само лицо, то в целом оно не то, что прямо примерно одинаковое. Все-таки на iPhone поинтереснее выглядит, но в целом неплохо. Уровень вырезания фона тоже в целом неплох. Видно, что картинка здесь с меньшими деталями, но в целом вполне достойный вариант. Если смотреть фотографии без портретного режима, то в целом, вот тут даже iPhone больше засветил задник, чем A1. Давайте приблизим, посмотрим. Ну, здесь на увеличении видно, что разница на самом деле, ну, очень-очень небольшая. Просто вот реально очень небольшая разница. А этот телефон, простите меня, за был 100 тысяч, там 92 тысячи на старте. А этот телефон за 12-13 тысяч. А теперь мы раз и решили сфотографировать собак в квартире. Здесь у нас Galaxy S9 видно, что детализация повыше, чем на A1. Давайте увеличивать. S9 здесь сильно впереди, по детализации все очень хорошо. Плюс собака, она, конечно же, постоянно двигается. В целом и фон, и собака на S9 гораздо лучше, чем на A1. А потом мы бац и решили сделать 10-кратное увеличение и сфотографировать кораблик. И посмотрите опять, я, честно говоря, даже не знаю, как это объяснить, но Galaxy S9 сфотографировал просто не то, что гораздо хуже, а гораздо вообще очень хуже, чем A1. Смотрите, тут вообще никакая фотография, и здесь на A1 приличная фотография. Давайте посмотрим, как сфотографировал iPhone, например. Вот так вот выглядит фотография на iPhone, но я могу сказать, что и на iPhone. iPhone, конечно же, лучше, чем Galaxy S9 сделал нормальную фотографию, но в целом она... Нет, здесь фотография на A1 лучше, я не знаю, как это объяснить. А вот эта фотография на фотофлагман, если так можно сказать, от Huawei P20, посмотрите, она тоже хуже, чем на A1. Просто фантастика. Просто фантастика. Конечно же, то, что увеличение в 10 раз и здесь на A1 фотография лучше, чем на Galaxy S9, на iPhone X и на P20. В целом это не так много чего нам дает, но просто это прикольно. Просто это очень прикольно. Это фотография в темноте. Ну, здесь видно, что уровень детализации сразу видно. Здесь даже номер машины виден, здесь можно догадываться только. Поэтому тут увеличивать не стоит. На P20 фотка получилась гораздо более четкой и хорошей. Ну, вообще, A1 в темноте, конечно, плохо. Мы видим видео, насколько оно просто в разы хуже, чем на Galaxy S9. То есть фото в темноте и видео в темноте, конечно же, на A1 мы видим, что они не работают. Ну и уровень стабилизации, смотрим. Конечно же, на A1 все трясется. Здесь отсутствие стабилизации как таковое. И Galaxy S9 показывает хорошие результаты. Вот так все должно быть. А один с рук снимать. Вот это бег. Здесь я бегу. Подводя небольшой итог, можно сказать, что прямо невероятные результаты. Да, потому что, ну, в какие-то моменты телефон, понятное дело, проигрывает. И Galaxy S9 и X iPhone в каком-то, в одном месте он просто всех просто разнес. Я даже, ну, я не знаю, каким образом это объяснить. Если у вас, друзья, есть объяснение, напишите в комментариях, пожалуйста, каким образом в десятикратном зуме A1 разнес в пух и прах вообще все флагманы на повал. Видео, конечно, да. Видео это самая слабая часть. И темнота, темнота это тоже самая слабая часть. Все остальное неплохо. Батарея, друзья. Батарея здесь на 3080 мАч. И я бы сказал, что она неплохая. То есть она не супер, и он у меня не доживал до вечера, но она в целом неплохая. То есть свои 4-5 часов при использовании в день она выдает. Вы знаете, я тут столкнулся с одним комментарием, а одна девушка, по-моему, написала. Да у меня телефон работает 12 часов. Еще раз хочу обратить внимание, что, ну, для тех, кто, может быть, не знает, что в большинстве своем, или может так, так принято измерять крутость работы батареи телефона по тому количеству времени, сколько работал экран в течение дня. То есть вы в 7 утра, предположим, сняли телефон с зарядки, все, дальше им ходите. И потом вечером, часов 8, может быть, когда у вас осталось 5%, вы заходите в режим батареи, в режим аккумулятора и смотрите статистику. Статистика показывает, куда ушла ваша электроэнергия. Во всех телефонах немножко по-разному, но там есть некая подробная статистика. Так вот, в данном случае телефон работает примерно по 4-5 часов включенного экрана в день. Это хорошо, потому что, ну, например, тот же самый флагман Galaxy S9, современный от Samsung, он работает порядка 3 часов с копейками. Это прям плохой результат для телефона за 60-50 тысяч рублей. Что касается игр, друзья, ну, не сказать, что я прям его сильно гонял, я небольшой поклонник игр, да, я установил танки, посмотрел, ну, вроде все неплохо, я не выставлял максимальные настройки, да в этом как бы и нет какой-то необходимости. Он, кстати, нагревается при нагрузке, не очень сильно, но нагревается. Но вообще, еще расскажу, что сама система работает настолько быстро, насколько мне нужно. То есть достаточно комфортно, затыков нету, какой-то безумной шустроты нету, все просто работает хорошо. Ну и пару слов, наверное, давайте о цене этого телефона. Есть вариант черный, есть вариант золотой, есть вариант розово-золотой, это, видимо, вот этот вариант. И еще есть красный телефончик. Сегодня у нас 27 мая, и на этот момент у нас цены на телефон примерно следующие. Как всегда, все цены я смотрю при помощи Яндекс.Маркета, на мой взгляд, это самый простой и удобный способ. Вот версия на 32 гигабайта, стоимость от 10 тысяч до 17. 17 это Ozone.ru, это официальная Xiaomi российские продающиеся. Ну а другие цены, соответственно, начинаются от 10 тысяч 430 рублей, версия на 32 гигабайта, и от 11 тысяч 600 рублей, версия 11 тысяч 800 рублей, версия на 64 гигабайта. Ну, что могу сказать? Могу вам сказать, что вы знаете, у меня есть мои друзья, компания Mobile Boutique, магазин, который продает телефоны. И Xiaomi как раз-таки они продают, так же, как и Samsung и iPhone, поэтому загляните к ним, ссылочка здесь есть. Если вы решили купить себе новый телефон, просто загляните к ним и посмотрите их цены. Они всегда там очень приятные. Так что смело могу вам рекомендовать, моих друзей, Mobile Boutique. Что мы в итоге имеем? Мы имеем телефон, который хорошо выглядит, у которого нету влагозащиты, который быстрый, с неплохой камерой, сканер отпечатка пальцев, есть портретный режим, он большой, с него удобно читать. На нем удобнее редактировать фотографии, чем на 10 айфоне, понимаете? Вот я недавно столкнулся с этим, просто что я посмотрел, но почему-то удобнее. Удобнее, возможно, потому что он просто шире. 16 на 9 это удобнее, чем 18 к 9, а поэтому, ведь редактируешь ты не где-то здесь наверху, тебе это место не нужно, а вот то, что в ширину помещается больше информации, это удобно. Поэтому фотографии удобнее редактировать на дисплеях 16 на 9, это я вам точно могу сказать. По крайней мере, для меня так. Некоторые же до сих пор на пятерках редактируют, а у некоторых еще и четвертый айфон есть. Им большой привет. В общем, если вы когда-то захотите тысяч за 10-12 приобрести телефон Xiaomi Mi A1, я смело могу вам рекомендовать. Как, в принципе, и большинство Xiaomi, но о большинстве Xiaomi мы поговорим в следующий раз. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот обзор, я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы для себя узнали что-то новое и, может быть, убедились в том, что да, действительно, вам стоит купить Mi A1. А может, вам стоит подождать вдруг нового флагмана Mi 7 и Mi 8. Mi 8, точнее, он будет называться так. Презентует его 31 мая, по большому счету, оба о нем уже все знают. Но пока еще есть какие-то моменты, о которых не знают. В общем, как только у меня появится Mi 8, я, естественно, вам об этом расскажу. Ну, а на этом все. Меня зовут Фил. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если есть комментарии, конечно же, комментируйте. Если есть какие-то неточности, которые я сказал, сообщайте, друзья. Мне всегда это очень-очень важно знать ваше мнение. Причем, периодически вы доносите какую-то полезную информацию. Так что, вам за это большое спасибо. Мы все от этого становимся только богаче. Это был честный блог. Все честно рассказал, что думал по поводу Xiaomi Mi A1. Пока.